Урожденная украинка Каролина Куйок, прославившаяся под творческим псевдонимом Ани Лорак, после объявления России спецсооперации в 2022 году первое время пыталась отмолчаться. На протяжении нескольких месяцев она не выходила на связь и никто не понимал, что будет дальше с карьерой артистки. Известно, что Аня рассчитывала на гастрольный тур по Европе, игнорируя как Украину, так и Россию. Примечательно, что в какой-то момент Лорака оказалась между двух огней. В родной стране ее недолюбливают из-за многолетнего зарабатывания денег в России, а здесь же в один момент исполнительницы обвинили в финансировании ВСУ. История с якобы помощью Каролины армии Украины тянется до сих пор, общественники даже попытались привлечь в Генпрокуратуру, чтобы запретить Ани зарабатывать деньги в России, мол, часть финансов обязательно пойдет на содержание ВСУ. Сегодня, 14 сентября, по репутации Лорак нанесли еще один удар. Что примечательно, вывели ее на чистую воду соотечественники. Так, в Евпатории возле жилых домов упал беспилотник ВСУ. Очевидцы обнаружили на обломках дрона любопытную надпись, кадр публикует телеграм-канал Мэш, Ани Лорак спасибо за борт. Остается только гадать, как теперь будет защищаться Каролина Куёк после такого предательского удара. А отмолчаться у звезды не получится. Ведь недавно ей дали место на федеральном канале. Ани должна будет сидеть в жюри шоу Ты супер, на НТВ. В преддверии выхода этого проекта Лорак на днях и пыталась обелить свою репутацию в соцсетях, я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка способны объединить нас в мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова